И потом они говорят, пусть наши чувства будут задействованы так, чтобы мы удовлетворяли тебя. То есть у нас есть чувства, у нас есть разные органы. Задействуйте свои чувства в служениях Риши Кеши. Задействуйте свои чувства в служении Господу. Господь Четанья чистил храм Гундича. И он также с тобой задействовал стол, преданным в этой уборке. Своими руками они шкребли и чистили потолок, стены, пол. И в то же время языком они проставляли Господа. Мама Яшода взбивала йогурт, чтобы сделать масло лучшего качества для своего сына. Потому что она думала, мой сын постоянно ходит с соседями воровать масло. Может быть их масло лучше, чем мое. Поэтому в тот раз она хотела лично взбить йогурт. Но когда она взбивала руками, сама она в это время составляла песню, прославляя Господа. Она вспоминала в этой песне те лилы, когда он убил демонов, четырех демонов. То есть вместе с нашей ежедневной деятельностью, что бы мы ни делали, параллельно с этим мы можем воспевать. То есть цель нашей должна быть, чтобы задействовать свои чувства и разные части составляющихся. Живого тела, поступков в деятельности, чтобы в служении и удовлетворении Господа. Как Махчетани Махапрабу объяснял Санатана Магаслами шесть ступеней Шаранагати, пути предания Господа. И он сказал, что первым шагом Шаранагати является задействие себя в такой деятельности, которая благоприятна для духовного пути. И что является благоприятным для духовного развития? То, что удовлетворяет Господа. А вторым шагом является избегать поступков в деятельности, которые не удовлетворяют Господа. Как сказал Господь читаний, пытайтесь задействовать, как можно больше задействуйте в деятельности, которая благоприятна для духовного продвижения и избегайте того, что неблагоприятно, разрушительно сказывается. Рупа Гаслами сказал, мой дорогой друг, какую бы цену бы с тебя ни попросили, чтобы прийти в создание Кришны, заплати Ей, но стань сознающим Кришну. Это очень важно, продвигаться духовно. И вот Нанакумар и Манигрива сказали, пусть от сегодняшнего дня и поныне всегда наш язык и уши будут задействованы в служении Господу. И все наши руки, ноги, части тела и чувства задействованы в служении Господу. Пусть наши глаза всегда видят прекрасную форму Вайшнава. И это возможно только если применять принцип Саду-Санга.